Сёгун завершился несколько недель назад, но домыслы о втором сезоне еще витают. Изначально Сёгун был одноразовым сериалом, основанным на 50-летней книге Джеклэвела. Однако недавно подтвердился общее предположение о втором сезоне Сёгуна. Смелый ход канала и шоу, вызвавший спорные реакции. Я решил изучить информацию, поделиться своими мыслями и теориями о будущем. Так, начнем. Здесь второй сезон Сёгуна. Все, что мы знаем. Теории и мои мысли. Предупреждаю, что в этом видео будут спойлеры. Все, что мы знаем. В конце прошлой недели было объявлено, что актер, сыгравший Йеситору Нагу в первом сезоне сериала Хироюки Санада, подписал контракт, предусматривающий его возвращение во второй сезон Сёгуна. Это огромный сюрприз, так как казалось, что сериал будет только один сезон. История основана на романе Джеймса Клавелла 1975 года и закончилась там, где и роман. Подписание контракта с Санадой говорит о том, что выглядит, как будто они возвращаются в Сёгуна, отходя от романа и придумывая свой сюжет. Может быть, ближе к реальным событиям. Сёгуна был огромным хитом, вот почему будет второй сезон. Он стал самым просматриваемым стартом сериала на платформе, продолжая успех в течение всех десяти эпизодов. Даже вне платформы это, пожалуй, самое обсуждаемое шоу зимы и весны. Таким образом, в том смысле, что шоу было огромным успехом, этого нельзя отрицать. И на вершине прибудут доллары, ведь платформа не станет отказываться от возможности урвать ещё больше. Пока это не снижает качество истории или шоу, думаю, это не столь важно. Но сезон один был великолепен, и он действительно считается одним из лучших мини-сериалов всех времён. Но когда он попадёт вне мини-сериалы, придётся столкнуться с горячими соперниками и найти усиленное противостояние. Создание первого сезона Сёгуна заняло шесть лет, но не думаю, что они потратят часть этого времени на выход второго сезона. Это также было самым дорогим шоу FX, они поддержали передачу, думая, что это будет грандиозным успехом. На данный момент всё, что известно о втором сезоне шоу, это то, что Санада повторит свою роль Йосито Ранаги. Говорят, что команда за кулисами работает над другими деталями шоу, которые, скорее всего, речь идёт о других актёрах, которые вернутся, а также о том, что это за история на самом деле будет О. Но поскольку это свежие новости о том, что второй сезон будет на повестке дня, потребуется время, чтобы больше подробностей появились и были раскрыты. Что может произойти в адро сезоне? Таким образом, поскольку история в книге фактически завершается, это означает, что на самом деле нет прямого вдохновения от Клевла или его работы о том, куда могла бы пойти история для второго сезона шоу. Это означает одно из двух. Во-первых, сценаристам придётся смотреть на фактический период времени и история, на которой были основаны эти персонажи, которая могла состоять из всего, которым стал Иея Су Токугава после битвы при Секе Гахаре. Есть интересные моменты, связанные с персонажами в сериале. Мы видим Таранагу, предающего Леди Ачибанакату и её сына наиболее важное для неё, попытку их устранить как угрозу. После того, как стал шагуном, его поддержка может поделиться, ведь другие могут подумать, что Йитие должен быть тайко, будучи законным наследником по принципу примагенитуры, отсюда и предательство Таранаги. Это было бы интересно увидеть и исторически верно. Или другой вариант, к которому могут прийти сценаристы, написать полностью вымышленную историю, не основанную на реальной истории. Это почти исключило бы ответственность. Джеймс Клевелл, пишущий свой роман, очевидно пользуется творческой свободой, так как он вымышленный, но основан на эпохе феодальной Японии. Шоу имеет несколько вариантов. Из реальной истории Уильям Адамс, на ком основан Джон Блэкторн, был активен. Он устроился на жизнь, женился и завел детей. Отправлял домой деньги в Англию. В нем был конфликт и желание уйти. В реальности стал больше общаться с японцами, когда те прибыли. Мы могли почти видеть его в кризисе идентичности, когда он начинал меняться. Токугава отступил от должности Сёгуна после недолгого правления, чтобы его сын Такаси мог стать наследником, облегчая сохранение всего в рамках семьи. Он продолжал править, но со стороны, показывая, что отставка была тактическим маневром. Много моментов из этого времени с этими персонажами можно исследовать, но это должно быть правильно и естественно. В некоторых областях будут допущены творческие вольности, возможно, самые растянутые к реальности. Мои мысли о втором сезоне. У меня противоречивые чувства относительно второго сезона Сёгуна. Первый сезон был отличный, но есть сомнения, поскольку он изначально был задуман как ограниченный сериал с одним сезоном, так и должен был остаться. Первый сезон сериала базировался на успешном романе, и я опасаюсь, что, будучи вынужденными отступиться от книги, всё может рухнуть. Смотрите, например, «Игры престолов». Как только сценарий ушёл за рамки книги, качество упало, а я не хочу, чтобы произошло то же самое с этим шоу, которое было освежающим и добротным. При взгляде на одного из создателей шоу, Джастина Маркса, видно, он не так уж много создавал, но многое основано на существующей интеллектуальной собственности или старых историях. Например, он был автором сценария фильма 2016 года «Книга джунглей», что, очевидно, существующая история. Он написал сценарий для «Top Gun Maverick», уже основанный на существующей истории. Он был сценаристом «Уличного бойца», где снова есть истории и персонажи. И, конечно, Сёгун, основанный на успешном романе. Так что тот факт, что большая часть его опыта связана с уже существовавшими работами для их переосмысления или использования в качестве основы, заставляет задумать, что было бы, если бы он создал совершенно новую историю сам. Ясно, что деньги, вероятно, перевешивают творческую целостность, что я считаю печальным. Не каждый день встречаются сериалы, которым хватает одного сезона, например, таких, как «Йосинобу» или «Братья по оружию», и они развиваются в рамках одного представления. Лучше хранить желание большего, чем всегда добиваться этого, и сейчас мы живем в мире, где даже если что-то приносит даже отдаленный успех с точки зрения сериала «Платформы», и руководство просто не хотят его отпускать, и результатом является разбодяженная версия шоу, которая предназначена на период, который не был для нее заложен при создании. Это крайний сценарий. Но я не хочу, чтобы это произошло с Сёгуном. Если есть история, то я безоговорочно ее поддерживаю. Одно из лучших телешоу, что я видел в этом году. Так что перспектива повторного погружения в феодальную Японию, исследование за стремлением Тарунага стать Сёгуном крайне инотресное.